Мир вам, братья и сестры! Я думаю, мы все рады, что сегодня можем быть на этом собрании, потому что это особое собрание. Господь уже очень много по-особому говорил к нам через слово, которое читалось, через проповедь, через пение. И, как брат сказал, в начале этого собрания основная тема, тему, которую готовил хор, это прославление Бога. Я желаю прочитать два текста из Священного Писания. Это книга пророка Исаии, 43 глава и 7 стих. «Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил, для славы моей образовал и устроил». И 21 стих. «Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою». Господь образовал для себя народ, который должен возвещать славу Божью. И этим народом являемся мы. Мы призваны возвещать славу Божью. Мы призваны делать это разными способами. Написано, что будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уз прославляющих имя Его. Наша жертва хвалы – это то, что угодно Господу. Это то, для чего нас Господь избрал и сделал частью своего народа. Более того, когда Иисус был на этой земле, и перед своим отходом с этой земли Он молился такими словами, и они записаны в Евангелии от Иоанна в 17 главе, 4 стихом. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Как Иисус прославил Отца Небесного на этой земле, делая то, что Господь сказал ему делать. Это прославление Бога, когда мы послушны Богу, когда мы делаем то, что Господь говорит нам делать. Мы этим прославляем Бога. Сейчас я хочу обратиться к одному тексту Священного Писания, Слова Божьего, который записан в книге Иисуса Навина. Это будет 24 глава. Этот текст или часть этого текста напоминалась в недавнее время в проповедях наших, но я желаю еще раз повторить кратко кое-что из этого текста. Итак, книга Иисуса Навина, 24 глава, 1 стих. «И собрал Иисус все колена Израилевы в Сихем, и призвал старейшин Израиля и начальников Его, и судей Его, и надзирателей Его, и предстали пред Господа Бога, и сказал Иисус всему народу. Так говорит Господь Бог Израилев». Что же говорит Господь Бог Израилев? Что Он говорил народу через Иисуса Навина? Иисус Навин начал напоминать народу историю, Его историю. Сколько блага и сколько добра Господь сделал Божьему народу. И после того Иисус Навин сделал такой призыв. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою, и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амареи, в земле которых живете. А я и дом мой будем служить Господу. Народ, конечно же, ответил, что мы будем служить Господу. Но Иисус Навин сказал, нет, вы не можете служить Господу. Я думаю, народ удивился, а Иисус Навин говорит, он Бог святой, он не будет терпеть беззакония вашего и грехов ваших. Вы не можете служить Господу в том состоянии, в котором вы сейчас находитесь. Что-то должно измениться. Народ говорит, мы хотим служить Господу. Тогда Иисус Навин говорит, отвергните богов чужих и служите Господу. И сказал народ Иисусу, нет, мы Господу будем служить. Я читаю с 21 стиха. Иисус сказал народу, вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа служить Ему. Они отвечали, свидетели. Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу Богу Израилеву. Народ сказал Иисусу, Господу, Богу нашему будем служить, и гласа Его будем слушать. И заключил Иисус народом завет в тот день, и дал Ему постановление и закон в Сихеме, и вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия, и взял большой камень, и положил его там под дубом, который подли святилища Господня. И сказал Иисус всему народу, вот, камень сей будет вам свидетелем, ибо Он слышал все слова Господа, которые Он говорил с нами. «Он да будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали пред Богом вашим». Итак, Иисус с Навин напомнил им историю. Они сказали, что хотим служить Господу. Он берет огромный камень и говорит, этот камень – свидетель. Он слышал то, что вы говорили. Он будет свидетелем, чтобы вы не солгали пред Господом Богом вашим. Итак, Иисус с Навин, призывая людей служить Господу, призывая людей обратиться к Господу всем сердцем, Он начал с того, что напоминал им историю. Он начал напоминать им историю, историю Божьих благословений, историю Божьей благости. Я хочу, чтобы мы сейчас вспомнили немножко нашу историю. В свое время каждого из нас каким-то образом призвал Господь. Большинство из нас крещены в воде, крещены Духом Святым. Поэтому Господь повел нас и привел нас в эту страну. Господь очень сильно благословил нас здесь материально. И за несколько лет многие из нас приобрели того, что, может быть, за целую жизнь не могли иметь в той стране, где жили. Я не говорю о всех, кое-кто богаче жил там, чем здесь. Есть разные люди. Но в основном нам живется здесь неплохо материально. Не правда ли? Господь благословил нас сильно, как Господь когда-то благословил Израиля. Но вы знаете, в Израиле была одна проблема, что они не служили Господу всем сердцем. Они имели своих идолов, даже когда шли из Египта. Они имели своих идолов, когда они вошли в обетованную землю. Вот почему Иисус Навин призвал их, «Отвергните богов чужих, которые среди вас». Кто-то скажет, ну, он, может, так на всякий случай сказал, может, у них не было богов чужих. Нет. Он очень хорошо знал, что он говорит. И сегодня мы приехали в эту страну, и мы видим, что многие чужие боги вошли в народ Божий. Я не буду всех их перечислять, но я скажу, что мы, к сожалению, как Израиль в добрые времена, во времена благословений Божьих, мы, как церковь, мы отступили от Господа. Может быть, не в полной мерень отступили, и не так, как другие отступили. И все-таки мы в лучшем состоянии, чем многие другие церкви. Я считаю эту церковь самой лучшей церковью, иначе бы я здесь не был. Я говорил это недавно в Ванкувере, и говорю и здесь. Но в то же время мы не можем молчать о нашем состоянии. Мы не в том состоянии, в котором должно. Многие идолы вошли в народ Божий. Народ Божий старается служить и Богу, и мамоне, и Богу, и миру. Многие из народа Божья становятся врагами Богу, потому что дружат с миром. И это распространяется больше и больше. Это входит в народ Божий больше и больше. И мы видим последствия этого. Слово Господне стало редко. Я имею в виду пророческое слово. Видения нечастые. Господь не так часто отвечает на наши молитвы, не отвечает на них так, как бы мы хотели, чтобы Он отвечал. Неизлечимые болезни, о которых раньше не слышано было в народе Божьем, стали входить все чаще и чаще. Люди умирают от этих болезней. Люди умирают не в свое время. Молодежь часто видит двойную жизнь родителей, идет в мир. Они не хотят быть одной ногой в церкви, одной в мире. Они не хотят лицемерить, каких родителей, и служить и Богу, и миру. Они просто выбирают служить Богу этого мира. Многие попадают в зависимость, и мы ничего не можем сделать. Мы молимся, но они не возвращаются очень часто. И в основном мы боимся об этом говорить, мы молчим об этом. И мы приходим в такое состояние, что мы осознаем, Бог удаляется от нас, потому что мы удалились от Бога. Потому что многое из того, что вошло в Божий народ, оно не должно быть в Божьем народе. А многое из того, что должно быть в Божьем народе, оно куда-то пропало из Божьего народа. Самое первое, что пропало из Божьего народа, это страх Божий. Он стал действительно большой ценностью, большой редкостью в наше время. И вы знаете, смотря на это состояние, многие братья и сестры, они понимают, что так дальше мы жить не можем. Вот почему с начала этого года мы очень много говорили об этом. Мы очень много молились о пробуждении, мы плакали пред Господом. Мы просили у Господа указать путь, по которому идти, и что нам делать. Мы просили у Господа, чтобы Он пробудил нас, чтобы Он обратил нас к себе, мы постились об этом. Но вы знаете, изучая историю обращений Божьего народа к Богу, изучая историю, которая записана в Священном Писании, и историю пробуждений и обращений Божьего народа, которая записана в истории, мы видим, что одной молитвы и поста, и плача недостаточно, чтобы обратить народ Божий к Богу, чтобы Бог произвел свое пробуждение и свою работу. Мы видим из истории, из библейских примеров, что обращение и пробуждение народа всегда происходило, когда руководители народа Божьего, когда начальствующие, цари, князи, священники, они принимали решительные действия, очищая, во-первых, свою жизнь, и потом призывая народ Божий к очищению. И принимали, как я сказал, довольно решительные, иногда строгие действия, чтобы обратить народ Божий к Богу. И когда это происходило, написано, что рука Божия была над народом Божьим, написано, что Бог слышал молитву, и молитва их взошла пред Его святое лицо. И Бог благоволил снова к народу своему и благословлял свой народ. Мы видим, что после того, как благочестивые цари обращали народ Божий к Богу, иногда были десятилетия мира, покоя и благополучия в Израиле. Почему? Потому что народ обратился к Богу и обратился. Почему обратился? Потому что руководители народа сделали все необходимое для того, чтобы народ обратился к Богу. А почему мы говорим обо всем этом? Не так давно братья Пресвитерского совета, братья Братского совета, понимая то запустение, которое среди нас, понимая то отступление, которое среди нас, понимая, что многое делается неправильно, и мы потеряли ситуацию, и мы не можем теми методами и тем способом, которые сейчас у нас есть, изменить что-то, пришли к такому решению. Нам нужно очищение, нам нужно исправление, нам нужно изменение в церкви. Нам очень много чего нужно сделать. И одна из частей того, что нам нужно сделать, это только маленькая часть, это не все, что нужно сделать, это маленькая часть, что нужно сделать, это изменить способ вступления в члены церкви для тех людей, которые желают быть членами церкви. Потому что руководящие братья, Пресвитеры, Братский совет, они имеют право что-то делать только над теми людьми и с теми людьми, которые являются членами церкви. Мы не можем судить внешних, да? Мы не можем что-то говорить людям или убеждать людей, или подводить людей под какую-то ответственность и под страх Божий, чтобы поступать согласно Слову Божьему, которые не являются членами церкви, которые не находятся в церкви Божьей. И было сделано решение изменить способ вступления в члены церкви, потому что то, как делалось до сих пор, оно просто не действует, как оно должно действовать. Более того, было принято решение обновить членство в церкви для тех, кто уже являются членами церкви, чтобы все были в одинаковом положении, чтобы все осознавали, что значит быть членом церкви и чтобы все были в одинаковом положении. как те, которые с этих пор будут становиться членами церкви, так и те, которые уже являются членами церкви. Вы знаете, давайте теперь вспомним нашу историю. Было время, и у меня было это время, когда мы вступали в члены церкви. У меня это было 9,5 лет назад. Я помню даже место, где я сидел. Я попросился в члены церкви, в члены этой поместной церкви Дом Божий. Что это значило? Это значило, что я соглашаюсь с тем, что делается в этой церкви, что я покоряюсь пресвятерам этой церкви, что я согласен с учением этой церкви, что я согласен слушаться эту церковь, что я согласен что-то делать для этой церкви, что я согласен нести ответственность за мои неправильные поступки, если они будут у меня, что я согласен нести служение в этой церкви, что я присоединяюсь к этой поместной общине. Я беру на себя какую-то ответственность, какие-то обязательства, и вместе с тем я получаю какие-то права члена церкви. Я сделал это добровольно, и все из нас, которые являются членами церкви, мы сделали это добровольно или кого-то принудили. Может быть, кто-то из молодых, кто принимал водное крещение, может быть, родители его принудили, хотя об этом никогда не говорят. Я не знаю, но в большинстве случаев мы сделали, каждый из нас сделал это в свое время, мы сделали это устно, и мы сделали это добровольно. Не правда ли, братья и сестры? Нас никто не заставлял это делать в большинстве случаев, а я надеюсь, что может быть и во всех случаях. Мы взяли на себя определенные обязанности, мы получили определенные права, мы были приняты в члены церкви. Теперь по решению братьев это будет делаться немножко по-другому. Теперь это не будет делаться устно, теперь это будет делаться письменно. Есть ряд причин, почему это будет делаться письменно. Когда-то Иисус Навин поставил этот большой, огромный камень и говорит, «Он будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали пред Господом Богом нашим». Смотря на состояние церкви, мы видим, что, как Писание говорит, ужасное совершается. Люди не понимают многие, что значит быть членом церкви, что значит быть светом этого мира, что значит быть частью Божьего народа. Люди безнаказанно грешат и говорят, «Вы не имеете права на меня». Люди желают сидеть на своих лавочках и говорят, «Только не трогайте меня, моя хата с краю, ничего не знаю, ничего не хочу делать в церкви». Но это неправильное состояние, это абсолютно неправильное состояние. Почему мы решили делать это письменно? Вы можете сделать копию из этого листочка, они были розданы вам неделю назад, вы могли их прочитать, вы могли прочитать и исследовать каждое место, на котором основан каждый пункт, который там записан в этом обязательстве члена церкви. Почему это было сделано письменно? Вы можете сделать из этого копию, вы можете повесить ее дома и постоянно напоминать себе, что значит быть членом тела Иисуса Христа, что значит быть членом поместной церкви, на что я согласился, какие обязанности я взял на себя, когда я стал членом поместной церкви. Большинству из нас, когда мы становились членами церкви и делали это устно, никто не объяснял, какие мы обязанности берем на себя и какая это ответственность. Очень многие молодые люди, которые принимают водное крещение, они понятия не имеют, на что они идут и что Господь требует, что Священное Писание, что Слово Божие требует от члена церкви. Вот почему они поступают не так, как должны поступать. И это часто не их вина, потому что им не всегда объяснили. Это будет объяснением для каждого из нас базовых требований члена церкви, которые даны в Священном Писании. Это будет напоминанием для каждого из нас, это будет свидетелем для каждого из нас, что мы согласились на это, это будет побуждать нас к определенным действиям. И сейчас желаю прочитать один текст, который записан в книге Неемии. Книга Неемии, 7 глава и 5 стих. «И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих и народ, чтобы сделать перепись». Как часто мы читаем Слово Божие поверхностно или однобоко? Что у вас возникает в уме, когда вы слышите слово «перепись»? Я знаю, что возникает у вас в уме, большинства из вас. Давид с его неудачной переписью народа, за которую Бог поразил народ, да? Ну согласитесь, когда мы говорим о переписи Божьего народа, у нас сразу возникает Давид. Ух, какой страшный грех, перепись Божьего народа. Вы знаете, что не перепись была страшным грехом, а то, что Давид сделал это неправильно, не по Слову Божьему. Господь нигде не запрещает исчислять Божий народ. Более того, есть целый ряд мест Писания, где Господь повелевал или ложил на сердце людям исчислять Божий народ, чтобы они точно знали, сколько людей находится под их опекой. Моисей делал это как минимум два раза по повелению Господа. Неемия делал это. Многие благочестивые, боящиеся цари Виудея делали это. Почитайте книги царств. И Бог это благословлял. Один раз Давид сделал это, и он сделал это неправильно. Он не сделал чего-то, что Господь говорил, нужно сделать при переписи. И за это Бог наказал народ. Бог положил на сердце Неемии исчислить народ. Для чего? Для того, чтобы в народе Божьем был порядок. Сегодня еще одна из причин, почему мы делаем это обновление членства, потому что у нас нет конкретного, точного списка членов церкви. И это позор, я признаюсь перед этим. Это позор для нас, братьев, пресвятеров, пастырей, что мы даже не знаем, сколько у нас овец. Мы даже не знаем до конца, сколько у нас членов церкви. Это должно измениться. Пастырь должен знать своих овец до одной. Когда сто было, и одна потерялась, он знал. Почему? Потому что он пересчитывал. Когда мы читаем книгу «Деяния апостолов», они знали, что в один день покаялось около трех тысяч, а в другой около пяти тысяч. Откуда они это знали? Они их пересчитывали. Почему они не написали точную цифру 2959, например, да? А написали около трех тысяч, чтобы сохранить место, потому что пергамент был очень дорогой. Они старались писать очень кратко. Но они точно знали, кто находится теперь под их опекой, кто теперь находится в Церкви Божией. Давайте продолжим читать книгу «Ниеми». Я напомню еще несколько стихов, о которых уже говорилось раньше. Книга «Ниеми», 9 глава, 38 стих. Что еще сделал «Ниеми»? Он призвал народ взять на себя обязательства поступать по закону Божьему. Он не только переписал народ или сделал перепись, он взял с народа обязательства. И он сделал это по Божьей воле. По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем, это было даже письменное обязательство, и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших. Приложившие печати были. Нееми и Тершафа, он первый, кто это сделал, был. И потом все остальные, князья, левиты и так далее. Далее. И прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, нефиней и все отделившиеся от народа виноземных к закону Божию, жены их, сыновья их и дочери их, все, которые могли понимать, пристали к братьям своим, к почетнейшим из них, и вступили в обязательство с клятвою и проклятием поступать по закону Божию, который дан рукой Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего и уставы Его и предписания Его. Они вступили в обязательство с клятвою и проклятием. Мы не требуем ни от кого клятвы и не требуем проклятия, но мы просим вас, как членов церкви, подписать это обязательство. С этого времени вступление в члены церкви будет именно таким образом. И мы просим обновить членство тех, которые уже являются членами церкви. Здесь возникает много возражений у некоторых людей. Я не буду говорить сегодня о всех этих возражениях. Если у вас есть вопросы, и вы не получите на них ответа через эту проповедь, пожалуйста, придите в среду. В среду мы согласились с братьями просто посвятить часть времени на собрание, чтобы отвечать на ваши вопросы именно по этому обязательству члена церкви. Мы будем отвечать на ваши честные, искренние вопросы, на то, что вас волнует, чего вы не знаете. Но я сразу скажу, мы не будем позволять обливать кого-то грязью, оскорблять кого-то, злословить кого-то, нападать на кого-то и тому подобное поведение. Если у вас есть вопросы, честные, искренние, от сердца вопросы, задавайте их. Но это не будет разборка. Это будет ответ на вопросы. Далее. Некоторые говорят, я однажды давал обет Богу, и я больше не буду давать никаких обетов. И почему некоторые говорят об этом? Потому что в течение последнего времени мы говорили об этом обязательстве члена церкви, и мы приводили в пример обновления завета в народе Божьем, когда люди обновляли завет с Богом и делали обновление завета. Мы взяли это как пример, образец того, что делалось. Но я вам скажу, в этом обязательстве члена церкви Дома Божьей нету слова обновления завета. Нету слова вступления в завет. Это обязательство и соглашение. Здесь нету даже слова обещания. Здесь нету слова клятва. Это соглашение. Поступать, быть членом этой поместной церкви. И поступать так, как Господь требует поступать от членов поместной церкви. Если вы нарушили завет Божий, который давали Господу, обещание, которое вы давали, это ваше дело пред Богом – обновить этот завет, попросить у Бога прощения и обратиться к Богу. Это соглашение и обязательство, которое вы берете на себя, как члены поместной церкви. Далее. Некоторые говорят, я однажды давал обет Богу, я не буду давать обет Давиду или каким-то другим присвятерам. Это не обещание Давиду, это не обещание старшему пастырю, это не обещание каким-то пастырям, это не обещание братскому совету. Это ваше обязательство пред Богом и перед церковью. Присвятера могут меняться, может, через 4 года никого из этих присвятеров не будет, здесь будут совершенно другие, но церковь будет существовать. Вы не даете обещание ни Давиду, ни кому-либо другому, даже не братскому совету. И это вообще, даже слова обещания здесь нет. Это ваше соглашение быть членом церкви и поступать так, как Господь требует поступать от членов церкви. Кстати, присвятера тоже должны будут подписать это и согласиться на это. Поэтому это глупо говорить, что это обещание какому-то присвятеру, если этот сам присвятер должен будет это подписать, кому он себе самому будет давать обещание? Я знаю, что много злословия и неправды ходит среди народа Божьего насчет этого. Почитайте это внимательно, прочитайте каждое место Писания, которое здесь указано, и после этого говорите и задавайте вопросы. Я вас умоляю и прошу именем Господа. Знаете почему? Потому что в Священном Писании есть серьезные предупреждения. И одно из этих предупреждений говорит так. Притча 6 глава. «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость в душе Его, глаза гордые, язык лживый и руки проливающие кровь невинную, сердце кующие злые замыслы, ноги быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и посевающий раздор между братьями». Я вас умоляю, именем Господа, не говорите лжи. Не говорите того, что здесь не написано, как будто оно здесь написано. Не посевайте раздора между братьями. Внимательно прочитайте. Все мы когда-то становились членами церкви, делали это устно. Теперь просто изменился внутренний порядок. Это будет делаться письменно. Некоторые говорят, что мы не хотим этого делать, потому что вы подводите народ под проклятие, под заклятие. Я вас удивлю своим ответом. А что плохого подвести народ под заклятие? Вы знаете, что в Новом Завете служитель Божий Павел несколько раз подводил народ Божий под заклятие. Не верите? Это не в Ветхом Завете, это в Новом Завете. Это Слово Божье Нового Завета. Я вам сейчас прочитаю эти места Писания. Я думаю, кое-кто испугался. Да, действительно, наши братья хотят нас под заклятие вести. Друзья, здесь нет слова «клятва» и здесь нет слова «заклятие». Мы никого не заклинаем, мы никого не подводим под заклятие. Но если вы считаете, что это подведение кого-то под заклятие, то послушайте эти слова, которые я сейчас прочитаю. Послание к Ефесянам, 4 глава, 17 стих. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». Согрешил ли апостол Павел, что он использовал такое сильное слово? Он заклинал верующих людей в Ефесе не поступать, как поступают язычники. Он подводил их под клятву и проклятие Божие, если они будут поступать, как поступают язычники. У кого из нас есть смелость сделать это в этом собрании и сказать такое? Мы не делаем этого. И поэтому, пожалуйста, не обвиняйте нас в этом. Но если вы все-таки считаете, что это то, что происходит, то посмотрите на эти места Писания. Это еще не все, я прочитаю еще несколько. Еще одно место записано в 1 послании Ефеса Лоникийцам, 5 глава, 27 стих. «Заклинаю вас Господом прочитать все послание всем святым братьям». Для апостола Павла было настолько важно, чтобы это послание прочитали все братья и услышали, что он хочет сказать, что он заклял тех людей, которым он послал послание, чтобы оно дошло до всех людей. То есть, другими словами, он подвел их под Божье проклятие. Если вы этого не сделаете, Божье проклятие будет над вами. Это очень серьезные слова. Я исследовал это слово «заклинать» в греческом тексте. Оно имеет один корень со словом «клятва» и словом «проклятие». Это подводить кого-то под клятву с угрозой проклятия. Это очень и очень серьезно. Кто-то скажет, в Новом Завете нет слова «проклятие». Есть. В 25 главе Матфея «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, те, которые не поступают по слову Божьему». В Новом Завете есть, когда люди заклинали других людей и делали это по Божьей воле, поступать определенным способом. Есть еще два места в 1 Тимофею и во 2 Тимофею, когда Павел заклинал Тимофея и говорит, «Заклинаю Тебя Господом, Богом Иисусом Христом». Поэтому даже если вы считаете, что это заклятие, оно имеет библейское основание. Но это не есть заклятие. Это есть соглашение быть членом этой церкви и поступать так, как принято в этой церкви, как требует Господь от члена церкви. Теперь я желаю обратиться к самому этому обязательству. Сегодня собрание немножко затянулось. Я прошу вас потерпеть нас. Но это очень и очень важно. То, что мы говорим, очень важно. Обязательство члена церкви Дома Божьей. Приняв Иисуса Христа как моего Господа и Спасителя, приняв водное крещение и пребывая в согласии с учением, структурой и видением церкви Дома Божьей, я желаю присоединиться к поместной церкви Дома Божьей, и поэтому свободно и добровольно подписываю данное обязательство, посвящая себя Богу и другим членам этой церкви, чтобы делать следующее. Мы верим, что членом поместной церкви может быть только тот, для кого Иисус является Господом и Спасителем, кто принял водное крещение и кто пребывает в согласии с учением, структурой и видением церкви. Если вы не сделали одного из того, что требуется по Писанию, или если вы не согласны с этим учением, с той структурой, которая есть здесь, и с тем видением, куда движется церковь, то я не вижу причины, почему вы вообще хотите быть членом этой церкви. Это естественно, быть членом церкви, если вы согласны с тем, что делается в церкви. Далее, здесь сказано, посвящая себя Богу и другим членам этой церкви, чтобы делать следующее. У некоторых людей вызывает вопрос это предложение. Они говорят, ну Богу я себя посвятить могу, а другим членам церкви, как это так? Но вы знаете, что когда мы становимся членами тела Иисуса Христа, мы не одиночки, мы в обществе находимся, мы связаны с другими людьми, и большинство обязанностей члена церкви – это не обязанности по отношению к Богу, это обязанности по отношению к ближнему, по отношению к другим членам церкви. Если человек не согласен поступать определенным образом по отношению к другим членам тела Христова, к другим членам поместной церкви, он не может быть членом церкви, если он не согласен хранить единство церкви, если он не согласен любить ближних и тем показывать, что мы ученики Христа. Если он не согласен отвергать злословие, клевету и сплетни, если он живет этим и вредит другим этим, конечно, он не может быть членом церкви. Итак, я буду хранить единство в моей церкви. Это то, что Господь хочет больше всего для своей церкви. Он молился об этом единстве. Как мы можем хранить единство, поступая в любви к другим членам церкви? И даже если в чем-то, во второстепенных вопросах они что-то понимают не так, как я. Носить бороду или не носить, да? Мы можем быть в единстве, если мы что-то понимаем чуть-чуть по-другому, чем кто-то другой. Или какой длины носить. Отвергая злословие, клевету и сплетни. Церковь не может жить, когда это есть в церкви. Поверьте, это разрушает церковь больше, чем что-либо другое. Следуя за руководством церкви во всем, что не противоречит священному писанию. Ни от кого из нас не требуется слепо следовать всему, что здесь говорится или делается. Если мы видим, что что-то говорится или делается не по писанию, даже если оно исходит от старшего пресвитера или от любого пресвитера, мы имеем право не согласиться с этим и не делать этого, потому что у нас есть высший пастырь, Христос. И мы обязаны в первую очередь слушать его и служить ему. Но если братья что-то говорят, и это не противоречит священному писанию, то Бог не поощряет дух бунтарства. Следуя вероучению церкви, записанному в священном писании, выраженному в основах веры и исповедания веры, и Слово Божье конкретно говорит, что Бог поставил служителей в Своей церкви, чтобы преподавать учения, то Божье учение, которое передано однажды святым. Ту веру, которая передана однажды святым, церковь не может существовать, когда в ней совершенно противоположные различные понятия. Следуя уставу церкви, устав — это внутреннее устройство, это как избираются служителя, это какое взаимодействие между разными отделами церкви, это то, что мы имеем право решать. И этот устав может быть изменен в любое время, если мы видим, что что-то неправильно или не работает. Но если мы не члены церкви, мы не можем ничего сделать, чтобы его изменить. «Я буду нести ответственность за мою церковь». Что значит «нести ответственность»? Регулярно посещая собрание церкви. Многих пугает это слово «регулярно». Это что, я должен каждое собрание быть в собрании? Нет, друзья. Если вы не можете, мы все это понимаем. Если вы можете раз в неделю посетить, мы это понимаем. Но это ненормально, когда человек является членом церкви, и он два месяца не ходит ни на одно собрание. Вот это уже ненормально. Так не должно быть, так не может быть. Писание говорит, не оставляйте собрание вашего. Если у вас возможность посещать все собрания, посещайте все собрания. Не можете посетить какое-то собрание, мы все это понимаем. Но если основанием для непосещения собрания служит просто ваша лень и нежелание идти на собрание, тогда вы виноваты пред Богом. Тогда мы виноваты пред Богом. Молясь о церкви и ее служителях. Это требование Слова Божьего. Павел много раз просил молиться о служителях. Павел давал нам пример, как молиться о церкви. По возможности приглашая неверующих на собрание. Это требование Божие. Это базовое требование, чтобы мы не только закрылись и ни с кем не имели дело. Тепло приветствовать приходящих, будучи дружелюбным ко всем. Это требование Слова Божьего. Будьте дружелюбны. Поддерживая церковь материально, регулярно отделяя часть от своего дохода для церкви. Многих пугает это. Но вы знаете, я когда-то не так давно проповедовал. Где сокровища ваши, там сердце ваше. Если ни одного цента вашего нет в церкви, не обманывайте, что вы переживаете за церковь или любите церковь. Ваше сердце будет там, где ваши сокровища. Если ваше сердце с церковью, часть вашего дохода будет в церкви. Для служения церкви, для дел благотворительности церкви и так далее. Я буду совершать служение в моей церкви. Многих пугает это и говорит, что это, я уже пресвитером должен быть. Нет. В Слове Божьем есть свыше 20 духовных даров, которые Бог дал. И которыми Бог хочет, чтобы мы служили друг другу. Это наша обязанность, базовая обязанность. Найти свой духовный дар и служить этим даром другим членам церкви. Но чтобы совершать служение, нужно возрасти духовно. Мы не требуем от младенца совершать служение. Мы вообще ничего от младенца не требуем. Но мы хотим, чтобы младенцы кушали и возрастали, и что-то начинали делать. Если вы вообще не знаете, что делать в церкви, но боитесь подписать это, потому что здесь сказано, буду совершать служение. Вы знаете, что молитва – это есть служение Богу, служение в церкви. Написано, что Анна пророчится. Как она служила Богу? Постом и молитвой. Это было все, что она могла делать, и она это делала. Если вы не знаете, что делать, и ничего не можете делать, или думаете, что ничего не можете делать, и у вас нет никакого дара, хотя я в такое не верю, просто помолитесь хотя бы раз в неделю о церкви, о собрании субботнем, о присвятерах ваших помолитесь. Это будет ваше служение в церкви. Итак, я буду совершать служение моей церкви, возрастая духовно через регулярное пребывание в Слове Божьем, общении, преломлении хлеба и молитве. Это то, как мы возрастаем духовно. И снова-таки, слово «регулярно» здесь для каждого имеет разное значение. Для кого-то регулярно каждый день он может это делать. У кого-то, может, нет такой возможности, он может это раз в неделю делать. Может, у кого-то нет возможности постоянно читать Библию, но вы можете включить запись, или слушать проповедь, или прийти даже на собрание и слушать то, что здесь говорится и читается. Это есть ваше регулярное пребывание, но это нужно делать регулярно. Если вы не делаете этого полгода, это нерегулярно. Далее. Он не смирил себя. И Писание говорит, у вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Чтобы служить другим, иногда нужно смирять себя. Иногда нужно начать делать что-то маленькое. Я недавно проповедовал в Ванкувере и сказал, что когда я захожу в туалет, я бумажки подбираю на полу. Да-да. Или мыло вижу разлитое, я его вытираю. Я не считаю это слишком унизительным для себя. Почему? Потому что мы призваны иметь сердце слуги и служить нашим ближним. Достигая любви и ревнуя о дарах духовных. Это прямое требование Слова Божия к нам. Я буду поддерживать доброе свидетельство о моем Господе и моей церкви. Это тоже то, что Господь требует от нас. Свидетельствуя о Христе словом и или делом. Может, не всегда у всех есть возможность свидетельствовать словом, но, по крайней мере, мы обязаны жить такой жизнью, чтобы люди видели наши добрые дела. И будучи всегда готовым требующему у меня отчетом, моем уповании, дать ответ скротостью и благоговением. Это тоже требование Священного Писания. Ведя святую и благочестивую жизнь. Об этом и речи не может быть, да? Что это вроде бы что-то плохое. Это одно из базовых, основных, центральных требований Бога к нам, чтобы мы вели святую жизнь, благочестивую жизнь, совершая добрые дела. Об этом сказано в Писании. Чтобы люди видели ваши добрые дела, чтобы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это то, что Господь требует от каждого члена церкви. Следуя требованиям к поведению, одежде и внешнему виду христиан, записанным в Библии, и следуя дресс-коду или правилам одежды и правилам поведения церкви Дом Божий. Почему мы говорим, что не только следуя Писанию, но и следуя тем правилам, которые установлены в церкви? Потому что мода меняется, культура меняется, обстоятельства меняются. И обязаны иногда мы принимать какие-то решения, исходя из ситуации, которая есть. Вот где в Писании написано, что нельзя курить вообще сигареты? Или в доме молитвы нельзя курить? Есть такое в Писании написано? Нет. Значит, можно. Но мы в церкви приняли решение, что это неправильно. Мы видим принципы священного Писания, что это неправильно. Где в Писании написано, что нельзя на парковку приезжать с автоматом в этом багажнике? Есть такое написано в Библии? Но у нас были случаи, когда люди с оружием приезжали сюда, и мы увидели, что есть нужда написать это, что это запрещено делать на территории молитвенного дома и многие другие тому подобные правила. Вот почему мы на основании принципов священного Писания имеем еще правила поведения и одежды, принятые в этой церкви. И всегда имея доброе свидетельство о своей церкви, не злословя и не понося ее. Это большая проблема нашего общества, что мы, многие из нас злословят и поносят церковь, разговаривая с людьми на работах своих, злословят служителей церкви, злословят церковь, говорят, как все здесь плохо, как все здесь неправильно, как все здесь ужасно, какие все служители ужасные и тому подобное. Священное Писание запрещает нам это делать. Мы должны нести доброе свидетельство о своем Господе, о своей церкви, о своих служителях. А если не имеете ничего сказать доброго, замолчите и молитесь. Но не злословьте. Итак, что из того, что я сегодня прочитал, вам противоречит священному Писанию? Давайте будем честными, братья и сестры. Что из того, что я сегодня прочитал вам, не является Божьим требованием к члену церкви? Теперь давайте прочитаем дальше. Подписывая это обязательство, не клятву, даже не обещание, а обязательство, «Я понимаю и соглашаюсь, что при одобрении присвятеров и членского собрания я становлюсь полноправным членом по местной церкви Дом Божий со всеми правами и обязанностями членства, и что продолжение моего членства в церкви Дом Божий напрямую зависит от моего исполнения данного обязательства. Я понимаю и соглашаюсь, что в случае выхода из членов церкви я должен обязательно сообщить об этом ответственному служителю. И затем мы хотим иметь фамилию, имя и отчество. Зачем отчество? Потому что есть люди, которые имеют одинаковое имя и фамилию, и мы хотим различать, что это подпись, что человек согласен поступать, как требует священное Писание от члена церкви, поступать так в церкви. Конечно, дату, когда это сделано, адрес, телефон, имейл, имена детей. Это нужно для статистики и для того ваш телефон, скажем, и адрес нужен для служителей. Если они хотят позвонить вам или навестить вас, им нужно знать, где вы живете, где вас искать. Это очень просто. Дети – это просто для статистики. Какая у вас семья? Может быть, у вас слишком большая семья, вам нужна помощь. Заметьте, сколько здесь граф, да? У нас есть семья, в которой 15 детей. Я здесь, по-моему, 18, если я не ошибаюсь. Вы можете посмотреть. Граф сделано, да? То есть посмотрите, сколько много. Может, у кого-то будет столько детей, я не знаю. Поэтому мы с запасом сделали. Если кому-то не хватит, вы можете листочек добавить потом. Хорошо. Теперь давайте прочитаем еще один текст священного Писания. Я понимаю, что собрание затянулось, но у нас много времени между собраниями. И то, что мы говорим сегодня, оно очень и очень важно. Книга Ездры, 10 глава. Мы стали на новый путь, и мы будем идти по этому пути. Путь, который должен привести, и мы надеемся, что он приведет к изменениям в лучшую сторону в нашей церкви. Может, кого-то волнует то, что происходит. Вы знаете, в книге пророка Исаии, в 33 главе написано, «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми». Если вы боитесь, что к вам начнут применять меры, если вы боитесь, что вы не живете так, и что что-то будет плохое вам, вы правильно боитесь. Я вам скажу прямо, вы правильно боитесь. Так как церковь жила до этого времени, мы просто не можем продолжать, потому что мы полностью развратимся, растворимся и уйдем от Бога. Мы не хотим, чтобы это случилось, и мы будем делать все возможное, чтобы этого не произошло. Если вы протестуете против этого по каким-то другим причинам, по незнанию, потому что у вас есть неотвеченные вопросы, придите в среду, получите ответы на ваши вопросы. Если вы протестуете, потому что у вас внутри просто дух бунта и несогласия, с тем, как ведут братья, поставленные на это Богом и одобренные вами, ну тогда у вас большая проблема в сердце. Итак, книга Ездры, 10 глава. «Когда так молился Ездра и исповедовался, плача и повергаясь пред Домом Божьим, стеклось к нему весьма большое собрание израильтян, мужчин и женщин и детей, потому что и народ много плакал, и отвечал Шехане, сын Иехиила и сынов Иламовых, и сказал Ездре, «Мы сделали преступление пред Богом нашим, что взяли себе жен иноплеменных из народа в земли». Но есть еще надежда для Израиля в этом деле. Братья и сестры, много преступлений, к сожалению, совершается среди Божьего народа. Много делается того, что не должно делаться, но есть еще для нас надежда. Мы можем это исправить. Это зависит от всех нас. «Заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету Господина моего и благоговеющих пред заповедями Бога нашего мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, и да будет по закону. Встань, потому что это твое дело, и мы с тобою ободрись и действуй». Что делал Ездра? Он плакал, он постился, он молился, он лежал на земле и вопиял к Богу. «Господь, у нас проблема, мы сделали преступление. В народе Божьем то, чего не должно быть». Один Бог знает, сколько я и другие братья и сестры плакали, постились и не по одному дню часто молились об этом народе, взывали, «Господь, сделай что-то, сделай, мы не можем жить, как мы живем». Многие из вас посещали собрания по средам и молились, и говорили, «Господь, сделай что-то, пробуди нас». Но вы знаете, я еще раз повторю, только плакать, поститься, молиться недостаточно. Бог требует от руководителя народа решительных мер по очищению, по освящению, по обращению народа Божьего к Богу. Встань, потому что это твое дело, и мы с тобою ободрись и действуй. «И встал Ездра и велел начальствующим над священниками, левитами, и всем Израилям дать клятву, что они сделают так». И они дали клятву. «И встал Ездра и пошел от дома Божьего в жилище Яханана, сына Иелиашивого, и пришел туда. Хлеба он не ел и воды не пил, потому что плакал о преступлении переселенцев. И объявили в Иудее, в Иерусалиме, всем бывшим в плену, чтобы они собрались в Иерусалим. А кто не придет через три дня, на все имение того, по определению начальствующих и старейшин, будет положено заклятие, и сам он будет отлучен от общества переселенцев. «И собрались все жители Иудеи, и земли Вениаминова в Иерусалим в три дня. Это было в девятом месяце, в двадцатый день месяца. И сидел весь народ на площади у Дома Божьего, дрожа как по этому делу, так и от дождей. И встал Ездра священник и сказал им, «Вы сделали преступление, взявши себе жен иноплеменных, и тем увеличили вину Израиля. Итак, покайте всем пред Господом Богом Отцов ваших, и исполните волю Его, и отлучите себя от народа в земле, и от жен иноплеменных». И отвечало все собрание и сказала громким голосом, «Как ты сказал, так и сделаем». Итак, людей призвали к ответственности, людей призвали к конкретным действиям, и это было под страхом наказания. Вы знаете, что если бы они не сказали вот этих слов, что на все имение Его будет положено заклятие, сам Он будет отлучен от общества переселенцев, я сомневаюсь, что половина с них пришла бы. Они сделали это добровольно-принудительным методом, но результат был хорошим. Народ обратился к Богу, народ очистился от греха, от того, что не должно было быть в народе Божьем. И как блажен тот народ, который поступает так, как говорят ведущие братья, обращая этот народ к Богу, да? Вот здесь написано, «Они сказали громким голосом, «Как ты сказал, так и сделаем». На что они согласились? Поступать свято, поступать по Писанию, поступать так, как говорит Слово Божье, и как ездор священник призвал их поступать. Они согласились на это. Кто-то может задать вопрос, «А что произойдет, если я этого не сделаю?» Вы знаете, нам всем дан один месяц, чтобы подписать обязательства члена Церкви. Кто хочет вступить в члены Церкви, он может вступить таким образом в члены Церкви. Все остальные из нас, мы должны будем обновить наше членство в Церкви. Если кто-то не сделает это до конца сентября, ну что произойдет? Этот человек снимет с себя обязательства члена Церкви. Он не будет обязан делать все то, что здесь написано. Он снимет с себя обязательства члена Церкви, но я хочу сказать и другую сторону. Он потеряет права члена Церкви. Если даже это будет служитель, пресвитер или диакон, который не сделает этого, он должен будет оставить свое служение, потому что особенно те служения, это не только касается служителей, но всех служений, для которых нужно одобрение Церкви и членство в Церкви. Давайте поступим мудро, давайте поступим по Писанию. То, что мы сделаем, если мы это сделаем правильно, оно одно еще не исправит ситуации, которая у нас есть, но, по крайней мере, это будет один из шагов, чтобы начать исправлять то, что у нас делается неправильно, чтобы начать обращать народ Божий к Богу и приводить к ответственности, к страху Божьему и к тому, чтобы поступать согласно Священного Писания. Да поможет Господь всем нам сделать правильный, угодный Ему выбор. Давайте помолимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!